Чем грозит высокое содержание мочевой кислоты? Как вывести из организма мочевую кислоту и соли из суставов? Сама по себе мочевая кислота является продуктом распада белка, которая попадает в организм непосредственно вместе с пищей. Повышенное содержание мочевой кислоты в крови приводит к почечной недостаточности, подагре и проблемам с суставами. Проблемы в суставах обусловлены тем, что при очень высоком содержании мочевой кислоты она начинает превращаться в кристаллы, которые затем откладываются в виде солей в суставах. Чем больше человек употребляет белок, тем больше у него в крови концентрация мочевой кислоты. Но в организме заложена такая функция, которая способна самостоятельно выводить эту кислоту. И бывает так, что организм не справляется с этим. На это может повлиять и питание, и образ жизни, генетика, индивидуальные особенности самого организма. Очистить кровь от избытка мочевой кислоты могут помочь некоторые народные средства. Для этого в основном используют лекарственные травы. Но при этом, обязательно следует обращать внимание на питание и образ жизни. Необходимо строго ограничить употребление алкоголя, газированных напитков, соли, жирного мяса, все виды копченостей, жирные бульоны. Нужно отказаться от горчицы, аджики, маринадов, сухих специй. Нельзя также есть шоколад, печенье и вафли из белой муки. Изделия с жирными сливочными кремами. Из доступных продуктов можно употреблять мясо птицы, курицу или индейку, но главное без кожи. Также нежирные молочные продукты, творог, сыр, кефир, молоко не более 1,5%. Свежие овощи и фрукты обязательны к употреблению в рационе. Сборы растений можно использовать в виде отваров, чаев, настоек и травяных ванн. Но лучше всего прекрасно поможет домашний целебный напиток, приготовление которого очень простое. Для этого вам понадобится 1 огурец, 2 ветви сельдерея, 200 г имбиря, сок половины лимона и стакан воды 200 мл. Вначале хорошо промойте огурец, сельдерей и имбирь. Очистите и нарежьте мелкими кусками огурец и сельдерей. И поместите все ингредиенты в блендер. После смешайте полученную массу со стаканом воды и соком половинки лимона. Хорошо все перемешайте и при жаркой погоде можно добавить кубики льда. Напиток не только принесет пользы, но также и освежит. Употреблять следует после завтрака, но можно 1 или 2 раза в день. Таким образом напиток стимулирует пищеварение и лучше очищает от мочевой кислоты. Также уменьшится воспаление суставов. Для желаемого результата следует пить напиток неделю, затем можно сделать перерыв на 4 дня и снова пропить неделю. Огурец является природным мочегонным средством и содержит в себе очень много воды. Это идеальное сочетание, чтобы бороться с избытком в организме мочевой кислоты. При этом он имеет приятный вкус, очень хорош как для салатов, так и для напитков. В нем очень мало жиров и поэтому он входит почти в каждую диету. Этот овощ отлично подходит для очищения суставов. Сельдерей в свою очередь освежает и увлажняет организм. Он помогает не только вывести мочевую кислоту из организма, но и плохой холестерин. Также стимулирует печень для ее лучшей работы. Этот овощ всегда должен быть у каждого на кухне. Насколько полезен имбирь, известно почти всем. Один из главных продуктов, который обязателен в профилактике от простуды. Но кроме того, он полезен для суставов и при подагре. В имбире есть некое химическое вещество, которое уменьшает воспаление, вызванное кристаллами мочевой кислоты. Не все фрукты так снимают воспаление, очищают организм и в частности выводят лишнюю мочевую кислоту, как это делает лимон. За счет его ощелачивающего действия можно значительно уменьшить содержание в организме мочевой кислоты, которые накапливаются в суставах. Кроме этого, лимон богат витаминами и микроэлементами. Благодаря этому способствует укреплению иммунитета. Как сильно важна вода для организма, известно давно и всем. При повышенном содержании мочевой кислоты в крови обязательно нужно выпивать от 6 до 8 стаканов воды в день. В результате токсины и шлаки легко будут выводиться из организма. Данный полезный напиток поможет также нормализовать pH, баланс организма, уменьшить температуру тела и за короткие сроки избавит вас от боли в суставах. При повышенной мочевой кислоте очень важно не запустить процесс, а вовремя предпринять меры. И помните, что ваше здоровье только в ваших руках!